Всем привет, с вами Эдгар, вы на канале Масля от Эдгара. В этом видео, ребята, обсудим такую тему, как централизованная и децентрализованная биржа. И на какой бирже лучше закупаться, торговать. Я лично торгую на разных биржах. Бирж очень большое количество. И у каждой из них есть какие-то свои плюсы и минусы. Все зависит от того, что вам нужно. Если вы хотите, например, купить криптовалюту, вы хотите зайти торговать, вы хотите участвовать в закупе каких-то токенов, стейкать, выводы, возможности в общем. У всех бирж разные возможности технические. И они все разделяются в основном на такие штуки, как централизованная биржа и децентрализованная. В основном, большая часть бирж, конечно, децентрализованная. Что это вообще значит? Если мы возьмем Binance, то она децентрализованная биржа. Здесь я торгую, здесь я и закупаю тоже. А также у меня биржа Exmo. Это централизованная биржа. Здесь также я удерживаю деньги, сохраняю. И на той, и на другой есть свои кошельки. В принципе, они похожие биржи. Но у каждой есть своя там какая-то фишка. Давайте я попытаюсь сейчас простыми словами объяснить, в чем вообще разница, зачем вам та или иная биржа нужна. В идеале, конечно, я вам советую зарегистрироваться и на той, и на другой. Потому что и та, и другая работают отлично. Те люди, которые в просторах СССР, на русском языке разговаривают, тут нужно отталкиваться от того, что вы хотите, на каком языке вы говорите, какие у вас деньги на руках. Если у тебя на руках рубли, а у другого человека, например, евро, то вам разные биржи нужны. Потому что одна биржа больше заточена под евро, другая под рубль. Так вот, если вы человек, у которого на руках рубли, то вам очень-очень подойдет биржа Exmo. Потому что Exmo – это более такая расифицированная система биржи, биржа, которая полностью, четко, грамотно работает с русским языком. Да, тут все на русском языке. Работает с рублем. Это самое главное. Здесь есть такая штука, как что вы на что хотите обменять. Пары. Рубль, доллар-рубль, биткоин-рубль и все остальное. Если мы откроем, с чем работает рубль. Так вот, разница, например, того же Binance и Exmo. На Exmo вы можете в паре с рублем закупить больше каких-то монет, чем на том же Binance. И здесь это можно делать напрямую. Также заводить в рубле. В общем, тут вся фишка, что все на русском языке. Просто, понятно. Особенно для новичков это подходит даже больше. И возможность заводить-выводить все в рублях. И это основная как система. Но получается такая штука, что из-за того, что здесь работает биржа с рублем, то это получается больше централизованная биржа. Что такое централизованная? Централизованная это когда она должна вам придумать такую проблему, как верификация. Вы должны максимально здесь пройти вот эту идентификацию, верификацию, паспортные данные. Но, в принципе, на любой бирже сейчас есть вот эта верификация. Но на Exmo она усложнена дополнительными проверками. Почему это так? Так как биржа... Понимаете, это и как бы и плюс, и вроде одновременно минус. Но это просто то, что есть. Вот это нехорошо, в принципе, неплохо. Сразу скажу, да, я и ту биржу использую, и ту биржу использую. Но один раз больше будет напрягать в начале Exmo по верификациям, а Binance так не напрягает. Но если я хочу в рублях, хочу все на русском языке, максимально просто, то это Exmo. Здесь я это все дело получаю, но мне нужно пройти верификацию, вот эти паспортные данные, дополнительные документы. Небольшой такой геморройчик, так сказать, получить на начальном этапе. Но это из-за того, что они как раз-таки сотрудничают с разными системами по рублю. Централизованная система, она больше привязана к государству. Государство должно дать возможность бирже торговать, официальность. И так как они более плотно сотрудничают с государством, тогда они получают больше возможности заводить через разные системы тот же рубль и выводить с банковскими системами. Если бы биржа Exmo была децентрализованной, тогда это значило бы, что биржа не хочет раскрывать вообще ничего, ограниченно не показывает, кто есть кто. Ну и тогда государство бы сказало, может быть ты пойдешь нахер тогда, биржа, мы с тобой работать-то не будем. Ну, как бы с одной стороны вроде и минус, с другой стороны и плюс. Люди, когда говорят, Эдгар, вот у меня есть рубли, я хочу зайти на биржу, допустим, да. Ну вот, пожалуйста, на Exmo можете с рублем сразу купить все, что хотите, в общем-то. Но тут верификация проблема. Ну, хотите с рублем работать, да. Ну, тогда государство устроит вам чуть-чуть проблем, потому что нужно, чтобы вся эта система работала. Вот, государство плюс биржа, а не друзья-любовь. Тогда все банковские системы совместно с биржей контактируют и все хорошо функционирует. А так как мы знаем, что государство это такая система, в которой любят всякие бумажки, фантики, докажите, а вы кто, а паспорт, а второй документ, а в общем бумажки, 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 вот. Это только, конечно, один раз нужно сделать, все эти бумажки, бумажки, а потом просто работаете, да и все. Зато у вас есть вот эти возможности. А вот с Binance, например, здесь децентрализованная система, это независимая биржа. Им плевать на государство, что там хочет это государство. Они ни перед кем, в общем-то, не отчитываются. Более закрытая система, они, ну, как бы, сохраняют больше конфиденциальности, да. Если ты хочешь быть в том моменте, чтобы тебя не узнали, что это ты, это Binance. Вот это ищите децентрализованная биржа. Насколько это возможно, здесь эта система вас защищает. Вот. Если вам прятать нечего, как бы, вам вообще пофигу, тогда можете на любой бирже. Это важно тем людям, которые, например, зарабатывают очень большие деньги, и, может быть, непонятно, что за деньги, и они хотят торговать, заходить на рынок, но чтобы там какие-то государства не узнавали, откуда вы эти деньги и все такое. Тогда существуют вот эти децентрализованные биржи, которые независимые и сохраняют конфиденциальность. Вот. Для таких крупных игроков это важно. Для нас, для обычных, так сказать, граждан, которые ходят на работу, зарабатывают там какие-то денюжки небольшие, то нам, в принципе, это конфиденциально, знаете, вот, пофиг. Мы, потому что и так везде зарегистрированы, везде в МФЦ, в банковских системах уже все, все, все про нас знают. Так что просто заходишь на биржи, тут ничего нового нету, чтобы там... Некоторые люди же переживают, там ФСБ за нами следят. Да кому вы нахер нужны? ФСБ сидит, будет за вами следить, да? Вот. Что ты там делаешь? Может быть, бутерброд? Может быть, колбасу кушаешь? Ага, колбаса подороже. Офигел, что ли? Надо записать, записать. Кому вы нужны, ребята? И кому я нужен, чтобы за мной какие-то эти... Кто-то там за нами следил. Мы ничего такого прям не делаем. Живем там за какие-то копейки, так что это все, в общем-то, не важно. Так, и еще такая штука есть. Допустим, на Эксмо есть раздел, да? Вот вы можете тут закупиться, тут работа с рублем, тут много с чем другим есть. Очень интересные моменты. Вот. Также можно здесь, конечно же, это торговать, да? Тут есть быстрые торги, расширенные торги. И здесь недавно появилось вот маржинальные торги. Не было этого. Они это все дело только недавно ввели. Ну, маржинальная торговля, что это такое? Это когда вы работаете с плечом. Ну, так сказать, кредитуетесь. Вот у вас есть там 100 рублей, а вы торгуетесь и рискуете деньгами биржи. Так, ну, типа у них берете в долг, но это очень-очень такая опасная штука для новичков. Лучше я не советую вообще в это лезть. Многие люди не знают про это. Ну, как бы слышат, о, там можно зайти 100 рублей и выбрать там, допустим, плечо 100, типа положил там рубль там, а в итоге на 100. Но если вы правильно все сделаете и в плюса уйдете, да, тогда вы красавчики, вы заработаете. Но если вы сделаете все неправильно и уйдете в минусы, с вас эта сумма спишется, все. Ты профукал буквально вот так вот в щелчок за секунду все, что у тебя было. Вот тут это уже как больше, наверное, для новичка, если он заходит вот в маржинальную торговлю, это больше как казино какое-то. Это нужно, ребята, изучать серьезно. Вообще туда лезть не нужно. Только когда вы изучите основные вещи и потом только после этого. Так вот, они недавно только ввели вот эту маржинальную торговлю. Она была вообще в бета-версии. Ее запускали только тем, кто покупали там у биржи токены. Вот. И здесь, например, на Binance, в отличие, да, вот от Exmo, вся эта система разной виды торгов давно уже есть. Тут вот есть классическое продвинутое, маржинальное, P2P. Здесь также есть, например, такая штука, как Launchpad, где вы можете, например, для себя приобрести разные токены. Также инвестировать деньги, это стейкинг, вот Binance Air есть. Binance Air – это когда вот вы можете зайти, тут есть разные ставки, вот гибкие, фиксированные, с высоким риском, вот под сколько-то процентов годовых, разную криптовалюту здесь закидывать. Вот сейчас Launchpad не хочет открываться. Также участвовать в стейкинге. Ну, много чего тут есть интересного. Очень-очень обширная система. Тут есть пулы. Тут вообще дофига чего есть. А если возьмем Exmo, то тут все по стандарту, просто, понятно. Если вы новичок, то вы заходите в Exmo, работаете спокойно с рублем. Здесь есть также быстрые торги. Купил, продал. Можно расширенные торги включить. Здесь торговать, с ордерами работать. Тут, в принципе, похожая система. Также есть реферальная программа. Но если мы сравним с той же, вот, с тем же Binance, здесь намного серьезнее все. Но тут, конечно, нужно изучать все это дело. Потому что здесь чего только нет. Вот. Вот и разница. Но здесь, допустим, некоторые криптовалюты, токены покупать с рублем не получится. Тут нужно заводить деньги на биржу. На бирже это все в USDT переводить. И потом только в парах, так сказать, с долларом работать, с другими токенами. Ну, короче, какими-то монетами. И для них здесь рубль это, ну... Я не знаю, для Америки, для Европы рубль они не считают это вообще деньгами. В общем, фигня это, короче. Поэтому, ребята, и это должна быть биржа, и это. Почему еще должны быть две биржи? Бывают такие ситуации, когда вы хотите купить определенную монету. И ажиотаж происходит. Вы понимаете, что вам эта монета нужна. Заходите на тот же Binance, а нету ее. Ее все скупили. Вам нужно ее купить, ее нету. И у меня периодически так бывает. Захожу в это время на Exmo, а ее тут дофигища, например. Или наоборот. На Exmo нету. Заходишь на Binance, есть. Для чего это надо? Так как я зарабатываю не только на биржах, а еще сторонние какие-то системы есть. Покупка тех же токенов. Вот CoinList есть. И, например, мне нужно закупить определенную какую-то монету, которую нужно перекинуть на ту систему, состыковать. И там закупить, поучаствовать в токен сейле, в покупке токенов. Так вот, бывает такая штука, что нужно вычислять, допустим, процент меньше на бирже Binance или на Exmo. И я захожу, например, смотрю, сколько на Exmo будет стоить такая же монета. И сколько будет на Binance такая же монета. Потом смотрю, сколько оттуда перевести на ту платформу, процент забирается. И сколько на Exmo. Вот где выгоднее, где она есть, оттуда и произвожу вот эти переводы. И вот под каждую какую-то определенную вашу будущую задачу, вы можете и тут, и там посмотреть, что вам больше выгоднее, что вам больше удобнее. Так что, каждый раз, например, у каждой биржи появляются какие-то новости, какие-то розыгрыши, конкурсы, новые какие-то системы, возможности. Тут же, например, заходите на Exmo, у Exmo появляются какие-то свои возможности. Вот у них, например, вот это в публичном доступе. Вот только они недавно запустили начать торговать. Вот маргин, это маржинальная торговля, да? Вот. Голосуй за следующую монету. Вот тут, например, голосование есть, вот этот стейкинг. Но здесь пока что у них за Exmo. Чисто они свою монету запустили. И можно здесь участвовать в этом всем деле. А если зайдете на биржу Binance, то у них голосование уже существует давно. Здесь периодически появляются всякие разные темы. Вот я, например, недавно участвовал в монета Toko Crypto. И вот в мое участие я получил вот эти TKO. На Exmo этого не проводилось, не было. Но на Exmo они провели свои токены. Например, токен Exmo я купил там за 0, что-то 20 или 30 центов. А теперь, если зайти, например, посмотреть курс Exmo, то... Сейчас у меня на телефоне установлено. Сейчас посмотрю. Exmo, Exmo, Exmo. Exmo Coin 0, 0,67. Недавно было 0,80 или 0,90 центов. И я закупил Exmo Coin. Там больше 6 или около 7 тысяч токенов от Exmo компании. И в будущем, когда они сами же выйдут на биржу, будут торговаться, их монета будет стоить дофигища, то я сделаю хорошие иксы, заработаю денег. Те же монеты, например, на Binance есть BNB. Они тоже ни черта не стоили. В начале, сейчас эта монета торгуется... Binance Coin стоит уже 480. В начале месяца они стоили 305 долларов. Сейчас 480 долларов. А Binance сейчас пока что стоит 0,67 центов. Так что в будущем они тоже доберутся до этого. И мои там 5-6 тысяч коинов Exmo превратятся в дофигища долларов. И вот, в принципе, вся разница, ребята. Так что хотите работать с рублем, с упрощенной системой, русскоязычный интерфейс, просто и понятно. Вот тут переключайтесь на русский и все сразу, все понятно. Это Exmo. Заходите. Я на Exmo работаю уже много лет. Ни разу никаких проблем не было. Все четко, все нормально. Торгуйте, покупайте. Есть собственные кошельки. Огромное количество разных кошельков. Также на Binance торгую. Тоже все отлично. Работает все прекрасно. Здесь еще больше возможностей есть. Регистрируйтесь и там, и там. Ссылочки на регистрацию и той, и другой компании будет в описании. А также у меня, ребята, есть, соответственно, курс и по Binance и по Exmo. Вот есть курс торговый на бирже Exmo. Я полностью по бирже вам рассказываю, как все работает. Как кошельки сделать, как закупить, как заводить, как выводить деньги. По Binance такая же история. Что из себя представляет Binance, какие есть важные моменты, как купить, продать, завести, торговать. И еще плюс дополнительно обучаю здесь, как покупать токены. Как купить на начальном этапе за копейки, потом они выходят на биржу, встают монеты и вы зарабатываете уже крупные суммы. В этом курсе у меня уже добавлена более усложненная система. В идеале вам нужно что сделать? Если вы хотите занырнуть в мир инвестирования, серьезного инвестирования, то вам обязательно нужно изучить два курса. Это Exmo и Binance. Каждый из них стоит 3900 рублей. Это копейки, ребята, с тем, что вы заработаете в будущем. Покупаете два курса, буквально там, не знаю, неделька изучаете, регистрируетесь на и той, и другой бирже и начинаете работать. Все, вы можете уже покупать криптовалюту, владеть криптовалютой, инвестировать в это все дело, торговать, если хотите. Все, вы уже в теме, уже не отстанете, так как рубль с каждым днем все рушится и рушится просто, я не знаю. Сейчас доллар стоит 77 рублей. Вообще, не знаю, сегодня у тебя был рубль, завтра он уже ничего не стоит. Так что изучайте эту тему, это серьезная вещь, инвестируйте в это все и зарабатывайте деньги. Всем пока.